Да, друзья, всем привет! Доброе утро! Мы начинаем смотреть Эпик Лигу. Собственно, четверг, пятница, суббота, воскресенье — это дни, когда Эпик Лига стартует с матчей второго дивизиона. Вот, я должен был быть сегодня с Лексом. Он как бы здесь, рядом, где-то тут ходит, но у него там небольшие проблемки со звуком, которые он там фиксит. У него там что-то внезапно появилось, поэтому пока вы видите только мою довольную рожу. Вот, сейчас мы переключимся на драфт. Они там должны более-менее уже быть готовы. Сейчас, секундочку, мы как раз на них посмотрим. Там у нас играет команда Гамбит против ребят из Эмпайр. Да, собственно, вот и драфты. Значит, Omni Knight, Phoenix, Sven, Morphling пока что у нас в пике. Лекс как сможет, так подконнектится. Вот, я надеюсь. Вот, и мы будем вместе с ним эту игру смотреть. Ну, тут... Извините, пожалуйста, еще немножко кашляю. Тут, по идее, должны бы быть фаворитами ребята из Гамбит, потому что Имперцы — это вот команда, которая очень много сейчас проблем испытывает. Они мало что выигрывают, а Гамбиты, они... У них вот как раз вот очень много матчей осталось. Они их прям на самый конец второго дивизиона отправили. Вот, и они сейчас как раз доигрывают. Что ни день, то игра у Гамбит фактически. Вот, когда там понедельник, вторник, среда, когда идут игры именно преимущественно второго дивизиона, а даже не преимущественно, а только второго дивизиона, да. Первый дивизион там вроде не играет в эти дни. Вот там у Гамбитов, может быть, в день там и по две игры где-то у них. Ну, или, по крайней мере, там чуть ли не каждый день у них были игры на этой неделе. Вот, так что мы очень много за этими ребятами посмотрим еще. Вот. Ну, а я буду там пока смотреть... Да, буду смотреть пока, что там Лекс, как он там справляется, не справляется. Ну, вроде что-то ковыряется, короче. Вот, пускай ковыряется. Так, значит, Эмпайр Гамбит. Давайте посмотрим у нас Эмпайр за команду Радиент, правильно, да? Хочу просто глянуть на кэфы от наших партнеров при матче. 3.30 на Империю и 1.30 на команду Гамбит. Ну, в общем-то, собственно, как я и говорил ее про СТ, да, что Гамбиты у нас в данном матче являются явными фаворитами. Значит, добирают еще Марсом к себе. Драфт, конечно, у них Покчамп, я бы сказал. Марс, Морф и Свен. То есть, как будто бы это уже все. Три Кор-героя у них набраны, они сейчас будут саппортов добирать. Но что-то мне подсказывает, что тут либо Марс четверка, либо Свен какая-то позиция. Там 4-5 или, может быть, даже позиция 3, если вы вспомните. Раньше, ну, это было даже, это даже не в этом патче, наверное, был. Я уже просто забыл, потому что этот патч, такое ощущение, как будто тянется. Сколько он тянется? Полгода уже? Короче, очень долго тянется этот патч. И, может быть, в этом патче, в самом начале, может быть, в прошлом. Свена, наверное, в прошлых патчах Свена использовали как тройку очень часто. Ему брали что-то типа, там, ПТ, Солар, какой-то Владмирс, там, аурные какие-то предметы. Брали Даггер. И вот он как бы бафал Варкраем своих тиммейтов, вот он типа бегал, станел. Он на линии, как бы сильный, жирный, плотный, его там не пробить было. Вот, Клифф он не качал практически, то есть он брал первую, третью. И был таким аурным героем со станом, таким полуинициатором, что ли, каким-то полугероем поддержки. Вот, очень популярным был в свое время. Вот, может быть, мы и здесь что-то подобное увидим. Тим Эмпайр забирают Террор Блейда на третий пик, что довольно странно, потому что брать Террор Блейда в Морфлинга, это не всегда приятно, поскольку Морфлинг, превращаясь в Террор Блейда, забирает его метаморфозу, забирает его рефлекшн, забирает его иллюзии. Вот, и плюс, забирая Террор Блейда так рано, вы нарываетесь на всяких героев, нюкеров, типа Зевса, типа какой-нибудь там медовый Снэпфайр, если она вообще еще доступна. Ну, Снэпфайр забанили. Ну, короче, Зевс, там Титаны всякие начинают появляться, какие-то там Лины и прочее, прочее, прочее. Потому что, ну, Зевс, конечно, это самое страшное, что только может быть. Появляется еще Бистмастер. Такое ощущение, знаете, как будто имперцы решили, вот, вот пофиг, что там враг надрафтил, вот реально пофиг, мы просто возьмем то, чем мы играем, то, чем мы хотим играть, то, чем мы хотим работать в этой катке. Потому что Бистмастер — это одна из сигнатурок Петушара, Террор Блейд — это одна из сигнатурок Смайлен Найта. Вот, ну, по поводу Саюша и пятой позиции команды Эмпайр, я на самом деле особо... Извините, пожалуйста, еще. Не особо знаю, я крайне редко их в МММ вижу, какие-то сигнатурки выделить у них особенные я не могу. Ну, блин, сейчас посмотрим по уровням Дота Плюс, если у них Дота Плюс есть, если у них Дота Плюс прокачан. Так, я там быстренько так тоже периодически буду таббаться смотреть, поскольку я сейчас эфир веду один, и никто мне там не может подсказать, все ли работает, все ли не работает. Я так периодически буду таббаться смотреть, нормально ли там идет стримчик или нет. Так, Шторм Спирит в бане, Энчантрес в бане. Ну, понятно, да, Энчантрес — это очень неприятный герой для Биста. Один из самых неприятных. Неприятнее, наверное, только Чен какой-нибудь, который переманивает Кабана у тебя. Ну, в общем-то, Энчантрес тоже там сперва. Ну, короче, ладно, Шторм Спирит в бане. Энчантрес — это одного рода мерзкие персонажи для игры, Бистмастер, против которых очень тяжело им в Бисте играть. Вот, и Гамбитом... Так, ну, значит, у нас... СВН-3, я бы так предположил, или СВН-5, Марс-3, и четверку они еще доберут. Вот, наверное, я бы предположил что-то такое, потому что... А, слушайте, так у СВН-а же есть талант — Шторм Хаммер диспелс. То есть, он может в ГА, по идее, кидать Шторм Хаммер и диспелить ГА. Блин, слушайте, ну это интересно, интересная задумочка. Посмотрим, так ли это на самом деле. Минус Undying еще. Ну да, там линия Бистмастер и Феникс — это два силовика для Undying. Один из наиболее приятных таких матчапов. На... Три балла из четырех, я бы сказал, по кайфу. Потому что четыре балла из четырех по кайфу — это когда два силовика милишника. Тут все-таки один из силовиков рейнджевик. Это Феникс. Тут двумя дикейами не так просто попасть может быть. А вот когда против тебя, например, Бистмастер плюс какой-нибудь Баратрум, ну вот тогда там халява на Undying. Просто вбегаешь, там с каким-нибудь Виновым, или с Виндлейсом, или вообще с Тапком со старта, и закидываешь просто пацановки кейми, ничего на линии сделать не могут. Очень долго тратят... Очень много думают над последним баном комбиты. Банят Войд Спирита, одну из сигнатурок Гвинблейда. Но там как бы Эмбер есть. То есть я ожидаю пика Эмбер Спирита сейчас от Империи, потому что, ну, тут очевидно, что... Хотя, кстати, не очевидно, что Зевс нет. Зевс-то как раз может быть пост-четыре. Смотрите, Морф Свен — это комба на легкой, например. Марс Зевс — это комба на сложный. И какого-то еще Медока доберут. Ну, такое может быть в теории. Хотя, конечно, делать Зевса позиции четыре, когда против тебя Террар Блейд играет. Зачем? Зачем, если можно сделать Зевса позиции два? Он наберет много предметов. Тут пока нет героев, которые до него добираются. И из таких персонажей может появиться только Эмбер. Хотя Квапа еще есть, наверное. Про Квапу не стоит забывать. Она тоже там в какой-то момент она Зевса подкантривала. Так, ну ждем, ждем. Уже много дополнительного времени потратили имперцы. Блин, я пока ждал начала матча, выпил весь чай. То, что от него осталось, уже все остыло. Надеюсь, друзья, вы таких проблем не испытываете, как я. Декалос пик. Ааа, Декалос пик. Вообще, тут, кстати, Тимберу вообще никто ничего не делает. Просто Тимбера... Вот если так вдуматься. Значит, Марфа на мид. Свена на кэре, Зевса 5, Марса 4 и Тимбера. Добрать. Ни ДК, ни Бис, ни Террар Блейд, ни Умнинайз вообще ничего Тимберу не сделают. Я, конечно, понимаю, что такое вряд ли возможно. Но... Да хотя, почему вряд ли возможно? Это же Дота 2. Тут вообще что угодно может произойти в драфте. Ну, много вариантов хороших. Скаймага добрали. Ну, все-таки по классике решили Гамбит и раздрафтить. Сейчас посмотрим, кто на ком. Ну да, Мелис, естественно, на Марсе. Это понятно. Я не сказал об этом, но это одна из его сигнатурок. То есть, как бы, когда пикнули Марса, понятно, что это пост 3 уже. Хоть я там и выдумывал, там, что-то типа СВН пост 3 и так далее. Вот, ну, тогда получается, реально, СВН у нас пост 5. И вампир будет играть на Skyverse Major. Хорошо. Ха-ра-шо. Так. Ну, что, пока у нас идет стрета джедай, можно позволить себе зачитать немножечко рекламы. Не пропустите ни одной секунды матча мимо ушей вместе с серией игровых гарнитур JBL Quantum. Потрясающий звук и возможности кастомизации станут открытием даже для самого требовательного геймера. Забудь о тормозах на стриме и плохой картинке. Ведь именно для тебя Мегафон сделал ненормально быстрый интернет. Смотри, все трансляции эпиклик на ненормальных скоростях вместе с Мегафоном, самым быстрым партнером нашего турнира. Ну и вот у нас, собственно, видно. Да, Эйна на СВН будет играть. Это пост 5. Ларинов на Морфе. К Санни на Зевсе. На центральном коридоре. Такое прям получается... Ну вот Марс только немного выбивается, да, из этой общей картины. Красный драфт с красной Арканой на Террар Блейзе. Против синего драфта. Только по идее должно быть наоборот. Красный драфт должен быть за Дайер, а синий драфт должен быть за Рейдинг. Так. Ага. Ну да, Лекс там что-то, короче, еще фиксит. Что-то, короче, фиксит. Ну пускай фиксит тогда, ладно. Так. Ну все. Все готовы, все на месте. Все на месте спортсмены. Так. И переключаемся на ингейм. Четенько. Четенько, четенько, четенько. Good luck, have fun, Orange. Orange это петушара, да? Ну что, на сигнатурках в итоге имперцы-то выехали. Ну Саюж на Фениксе, я не знаю, у него нет дота плюса. Ну как бы... У него там нет левела дота плюса, но у него там маленькие ДК. Тут тоже у Гвинблейда какой-то непро это первое, что у него, кстати, есть дота плюса. У него что, первая игра на ДК, что ли? За долгое время. Он, может, просто недавно дота плюс себе купил. У него там даже на сигнатурках типа Шторма, Войт Спирит, бронзовые уровни. Вот, это странно. Вот. Ну, тут, по крайней мере, террор Блейд сигнатурка и бис сигнатурка. Об этом я как бы сказал. Что тут как бы все должно быть по красоте. Так, Саня ставит вард себе. Гвинблейд ставит вард себе. Тут что-то кто-то там куда-то помигал. Да, кстати, фишка на бесте. А, ну, или... О, не, это... Короче, чат, рассказываю фишку. Вот, Петушара сейчас вам эту фишку не показал. Рассказываю фишку. С нулевой минуты на бесте вызываете кабана сюда вот его. Слайте сюда. Он видит героя, который прячется вот здесь. И вы можете заметить, что, типа, чувак стоит с вардом. И что он планирует вард сюда поставить. Легкий девардинг. Для вашего саппорта. Ваша пятерка скажет вам спасибо. Если вы тройка пистмастер. Ну, а на радиан стороне можно там куда-нибудь сюда птицу. Там, или там, может, там как-то... Ну, тут вообще она не видно. Наверное, как-то вот сюда надо, да? Чтоб она и... Вот в эту вот зону не попадала. Я просто... Ну, на радиан стороне у меня постоянно это получается. Я постоянно сюда вар... Ну, как бы... Ну, видите, как бы подошел их на арты. Может, там все-таки бист увидел этой птицы. Я не знаю. Мне кажется, она не должна давать вижн. Тут просто догадались. Или какой-то другой вижн получили. Короче, ладно. Боксник. Да, за девардили. Приятно. Плюс соточка золота. То есть, сверху 25 получает Экнарт. И при этом еще Экспы. Экспы тоже он лутает. Это очень важно. Так, тут стики. Здесь стиков нету. Сразу же подрубается метаморфоза. Ну, а Экнарт бежит вперед просто и хилит себя. Ну, как, конечно, хилить надо себя немножко не так. То есть, ты должен сначала получить дамаг, а потом подхилить. Если ты просто подходишь и хилишь сразу, то, ну... То есть, как бы урон-то ты наносишь. Одна... Ой-ой-ой. Вампир-то тут подстрял что-то. Ну, он быстрый достаточно. Разманься при необходимости. В миде ДК против Зевса. Интересный, кстати, матчап. Раньше считалось то, что Зевс это приятный герой для игры против Дрэгон Найта, но по игре. Вот, на миде, наверное, ДК, он был такой очень устойчивый. С пассивкой на ХП Риген. Ты его нормально пробить не можешь молниями. Ну, блин, вот новый Зевс, я, кстати, не уверен. Новый-то Зевс качает у нас первую-третью. Может, там на пятом уровне он просто, ну, может ДК уничтожить. Там пассивка на ХП Риген особо помогать не будет, извините меня. Он просто тебе даст там 3-4 первых молний и ультой, может, потом добьет на шестом уровне. Если у него шестой появится, а пачку убьет. Так, в топе. Что у нас интересного? Ну, бис здесь должен стоять хорошо. У него в данный момент противостояние основное идет вместе против Морфлинга. Если можно, то, конечно, по-русски выразиться. Блин, только проснулся уже. Да, в общем, стоит он против Морфлинга. Пока у Морфа нет там второй перекачки, с ним можно легко бодаться в крипах. Ластхитить, динаить, перекайшивать его. Главное, кабанами не фидеть. Вот так вот главное не делать. Лучше кабанов вообще не подводить. Вот, если ты, ну, видишь, что у соперника есть герои, у которых скиллы такие, которые кабанов убивают. Ну, например, ты играешь против Виверны и Фантомки, например, да, какой-нибудь. Вот Виверна дает второй скилл, Фантомка дает первый скилл. Кабан твой улетает практически сразу. В таком случае кабанов лучше вообще не подводить. Тем более, он как бы первые кабаны, это вообще, ну, просто смех. 16 урона у них, замедления особо никакого нет. Сейчас вот еще одного камня, это, не, забейте, это проигранная линия будет. То есть отдать два кабана, это уже гг, на самом деле. То есть в матчапе против морфа. Ты должен максимально жестко контролить кабанов. Особенно в матчапе против морфа, потому что ты должен вот сохранять вот эту вот ситуацию, когда у морфа нет оверлевела, как можно дольше. Вот потому что, когда морф получает пятый, все, ты на бесте его перекаясить уже не можешь нормально. То есть там морф начинает набирать. Просто к моменту получения пятого уровня, морфа, у тебя уже вот-вот должны появиться некра. И если морф, ну, как бы он доживает до пятого уровня, а у тебя уже как бы тоже пятый, третий кабаны и как бы уже есть некра, то ты можешь ему ману прожечь, ты можешь там очень много здоровья ему отнять. То есть непосредственно уже не по крепам с ним бороться, а прямо на него напасть. Вот, и если, ну, получится так, что у Лариново будет пять, а у Биста четыре и некра к нему не приедут в тайминг нормальный, то морф тут накачается, заберет шестой и может еще и убьет даже кого-нибудь. Ну, в общем, кабанами фидить это прям вообще очень плохо. Четвертая минута, контроль рун. Значит, в топе у нас здесь ДК и Феникс, и вверсблат в итоге делается в боте. Там вампира подрезает на рун контроле Экнард, но Экнард забрал дабл дэмэдж, то есть, ой, не Экнард, а вампир забрал дабл дэмэдж, не позволил Экнарду его взять. Так бы, может, сейчас Экнард бы еще пришел бы на лайн на этот и тут бы еще дал бы жару, знаете. Поэтому лучше, конечно... Ну, короче, хотя бы так. Хотя бы так. Из приятных новостей для Эмпайр, пока у них топовые крипстаты везде. И динай хороший у Биста, хоть он там и двух кабанчиков отдал. Так, ДК у нас третья пассивка, второй огонь. Здесь третий чайник, вторая пассивка у Зевса. С шестым уровнем Зевса можно попытаться на сайдах убить. Ой, да ладно, ну, Ксани, ну что ты творишь? Блин, как-то... Жесть! Вот просто дал... Он двух ренджей позволил соперникам сделать. Пацаны, похоже, тоже не проснулись. Я не знаю, что с ними. Двух кабанов... Ну, это как бы мега дешевые такие ошибки. Здесь пробежала иллюзия террорблейда за динайл обаунтиру. Ну, Ксани сейчас очень расстроена этим. Хоть у него и полный запас ресурсов, но... Пополнить боттл, как бы, ему бы не помешало. Он бы мог тут проспаймить гвинблейды. Сейчас. Так, в топе идет небольшая душка. Бестом со вторыми кабанами. Феникс тоже старается не отставать. По возможности, по кулдауну спиритов что-то закидывает здесь. Готовится Атосик. Здесь тапочек солдеринг у Марса. В общем, пока какого-то явного фаворита мы выделить не можем. В рамках стадии лайнинга. Бежит ДК на топ контролить руну. Передумал. Но ему уже некуда бежать. В топе спауниться хоста. Ему повезло. У него есть шестой уровень. У него есть хоста. Гипотетически он может на один из сайдов прибежать заганнуть. Гипотетически. Но что-то мне подсказывает, что он этого делать не станет. Поскольку у него нет еще стана. А на седьмом, кстати говоря, можно было бы стан пкачать, раз уж он хосту нашел. Зевса заставили телепортироваться на базу. Сюда пришел и к Нарт. Да, да, да. Смотрите. Вот подходит все-таки здесь и умнинайт в центр. И феникс тоже подходит в центр. Вот. Но тут, к сожалению, катапульту как-то умудрился ДК потерять. Я не совсем понял вообще, как это произошло. Как бы Зевс по катапульту не может нормально скипнуть. Как-то забрать. Уничтожить. Она что, просто от крипов, что ли, умерла? Ладно, смотрим. Небольшая заварушка. Саппорты также гэмбитовские сюда приходят. Пошел проспам чайником. От Зевса стан. Залетает Феникс. Прогревает немножко. Но без лишней крови это у нас такая получается стычка. Так, Террорбейт с метаморфозой в боте начинает активно проталкивать вышку. Где Марс в этот момент? Марс в этот момент на РСП отдыхает. Видимо, потратил он очень много здоровья. В МИД телепортируется Мелес. Переобузил Боттл к Сане. Чтобы тому было чуть попроще отбиваться от этого страшного зеленого дракона, который намерен вышку сломать так рано. Ну, а Мор в топе... Ну что, Мор в топе как бы нормально себя чувствует пока. Но Бист тоже. Там 41 крип у него, 18 динами. Ладно, Петушара хоть там двух кабанов и отдал. Я там его маленечко так это... Подраскритиковал. Но в целом он хорошо эту линию стоит. Молодец. То есть на самом деле матчап против Морфа на Бисте не самый простой. И Ларинов вроде бы как хорошо на Морфе играет. Но Петушара как бы тут справляется. Все делает... Все делает грамотно. С точки зрения ластхита, конечно. А это самое главное, когда ты играешь на Бисте. То есть на Бисте тебе надо ластхитить. Вот самое главное на Бисте это ластхит. А он достигается как раз грамотным микрокабанов. Грамотным выводом. То есть ты там можешь взять кабана, отправить его на маленький кэмп. Заблочить его, не дать отпулить. Если тебе тяжело, ты можешь... Например, стоишь 1х2 или 2х3. Можешь взять кабана, отправить его вот сюда. И отсюда как бы вот крипов выпулить самому себе. Ну это уже такие тонкости прям игры на Бистмастере. Но это тоже твой ластхит повышает. И это как раз самое главное. На Бисте хорошо по ластхитить крипочкам. Вот на каком-нибудь Виномансере, наверное, важно врага загнобить в лес. На Бисте просто не всегда получается. Но вот Петушара в данный момент Некра взял. Вышку спушил. И Мор в топе стоять больше не может. Вынужден он уходить. А где он, кстати? А, он в Боте вместе с Мелесом ломает тавер. Нормально. Так, в центре что-то у нас происходит. Напали на ДК. ДК с дабл дэмэджем. Проказ пошел. Прожимаются стики. ДК остается в живых. Причем у него там еще 500 хп. Сверху. Ему норм. Блин, а как же, кстати, круто. Омник с вот этим вот Heavenly Grace. Работает со всякими силовиками. Со Свеном, с ДК. Бонус силы 28 на последний момент. Представляете, насколько это много? Вообще 28 силы для Стрэндж Героя. Это просто нереальные цифры на восьмом уровне. Ну, если ты не берешь ГА на Омнике пятерки. Просто тридцатка с мейнстата. Вообще из ниоткуда просто пролетает тебя. Ну и стат РЕС еще сумасшедший. Жесть. Очень крутой спелл, если думаешь. Ну, для этого нужно как минимум одного силовика иметь в команде. На кэре здесь Агильщик. Террар Блейд. Ну, вот там ДК в миде силовик. Ну, норм. Так. Сейчас посмотрим после этого выхода от команды Гамбит на Гефчики. Интересно, как они там поменялись. Потому что пока Эмпайр, такое ощущение, как будто немножечко лидирует. Как бы у них Бистмастер начинает забирать довольно большую часть леса. Так. Только шоу. 2.25 Эмпайр. 1.60 Гамбит. Ну, да. Было там 3.30 или что-то типа того на Эмпайр Кэф. И поменялись вот в неблагоприятную для Гамбит сторону, скажем так. Да, то есть наши партнеры из Приматч считают, что в данный момент Гамбиты теряют инициативу на этой карте. Подбегает Петушара. Зарор убивает Ксани. Все четко сделано. Все четко, все красиво. В миде падает вышка. Ну, да. Да. То есть, видите, Бист забирает большую часть леса. ДК прессингует центр. Ставится пауза. Блин, зря я, конечно, телефон с собой не взял. Потому что, мало ли, мне там что-то Лекс напишет. А я не вижу. А я не знаю. Еще немножко странно, как-то себя игра ведет. А, я не могу, что ли? Странно. Ну ладно. Ой, там что-то кабаны вышли со спины фидить. Еще одна пауза. Го трай. Что, лагает? Ну, у меня тоже, кстати, какие-то такие микро-подлаги есть. Такое ощущение. Может, это, конечно... Типа из-за стрима что-то там подлагивает. Но, по идее, не должно быть такого. Никогда не подлагивал. Лекс там что-то подзалип с настройкой звука. Вот. Пускай там разбирается. Какой-то у него там неприятный момент случился. Да, друзья, пока имперцы впереди. Причем, я бы даже сказал, уверенно впереди. 3000 золота, контроль карты. Сейчас они вышку в центре должны спушить. Такая, службаłby. Какой-то у него. Такая, будет. Погнал, какое-то. Такая карты. Продолжение следует... 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 Потому что тема очень актуальна Посмотрите, здесь Самон и Бистмастера И иллюзии Тирарблейда Здесь есть кого этим пайпом защищать То есть если Бист пайп купит Вот буквально через... А, он уже, собственно, его купил Ему там летят Недостающие предметы... А, у него уже есть, более того То есть все, 16-ая минута Барьер вот этот вот Противомагический Он будет крайне много дэмэджа впитывать И это будет очень сильно ощущаться В первую очередь на Самонах И во вторую очередь на иллюзии Ну или там... Да, во вторую очередь на иллюзии Потому что пока у Тирарблейда иллюзии не очень сильные Да, он им не так сильно бьет Когда там будет уже минутка так сороковая Там уже Самоны будут Менее важные, а иллюзии более важные Вот их как раз тоже щитом вот этим вот Бафать будет очень правильно Дальше Петушар у нас не планирует Выход в третьих Некров Он собирается взять Даггер для Инициирования, он собирается взять Владмирс Как Ауру для того, чтобы бафать Тирарблейда Вот И в этом есть свой Свой смысл, свой прикол Если имперцы Хорошо сейчас подерутся, они Рошана заберут То есть вот они сейчас играют вокруг Рошана Вот Гамбит должны это тоже прекрасно понимать Что Ну тут даже дело не в том, что они могут плохо подраться Если они слишком много дадут контроля на карте А именно на топ-линии, да Где уже имперцы хозяйничают То они просто возьмут и Вот посмотрите, пайп работает Вот просто три молнии, ноль урона Видите? Это имба, когда у тебя есть Самоны и иллюзии Когда у тебя ничего этого нет Делать пайп Довольно дорого И Бессмысленно А вот А с Самон ими иллюзиями решает Так Что там, что там еще? Новые шмоточки Да, 17-ая минута Сетка там попадает Гамбитом Вышку Забрать не получилось Здесь все-таки Зевс Пайп не пайп Но без метаморфоза Тирарблейда Это сломать, скорее всего, не получается Тирарблейд взял достаточно тайминговую манту У него была линия На которой он хорошо постоял ДК продолжает с формы сюда подходить Подплевывать Так Подгаживать под тавер Но Бэкдор протекшн Он маленько подрегенивает Поэтому В этом особого такого прям смысла нет Сейчас, конечно, имперцы очень опасно действуют Тирарблейд здесь не может оказаться Из-за того, что Т2-вышка не сломана И телепортироваться на ванпост не может Игрок команды импайр Вот поэтому, находясь вот в такой позиции Имперцам нужно быть предельно осторожным Поскольку какой-то Неудачный шаг Влево-вправо Арена Копье Ультская мага Ультзевса Все, минус Там ИДК умрет И ИСТ умрет И умрет кто угодно Но они позицию держат хорошую Так, сетка пошла Омник подпиливает Может телепортируется Вот примерно об этом я и говорил Вот примерно об этом, друзья Я и говорим Что в этой позиции нужно быть предельно осторожным Предельно осторожным И вот подфидели Ну, конечно, не сильно подфидели То есть суммарно мы можем наблюдать то, что Имперцы, они сломали Т2-вышку Они тут разменяли пятерку-тройку на четверку Что как бы, ну, не так было Ладно, они там потеряли мидера и хардера Убили бы саппорта Тогда бы еще можно было попадать Ну, ладно, как-то так себе получилось А так, в принципе, с учетом спушенной вышки Конечно, норм Но Гамбиты нашли чем ответить Сделали первые два фрага на этой карте, да? Для себя Это же первые два фрага для них были Да, минус Экнарт Минус Кистушарты Жесть Пять фрагов в 20 минут Ну и что, теперь вокруг Рошана надо играть Не знаю Т2-вышки в топе нет А ванпост переконтроливают Имперцы ТБ уже бежит в Рушбит Короче, классика Классика макро игры От Империи Демонстрируется Блин, красивая форма террор-плейерская Это еще Это на красной аркане, да? Она просто Выглядит как будто фиолетовая какая-то Интересно, как Не фиолетовая аркана Террор-плейер Как она будет с фиолетовой формой смотреть? Гамбиты даже не пытаются это дефать Морф Добрал себе манту Дальше потихоньку выходит в Линкинг-сферу Блин, вот реально у меня такое ощущение Как будто немножко подергиваются герои Выходит в наглую террор-блейд на большом мулспиде Убивает вампира Прыгает ДК Инициирует здесь драку Убить он никого не может Но он пытается заставить соперника здесь остаться Мелис пытается телепортироваться Хороший стан От Эйна Должен он, по идее, подсейвить таким образом своего персонажа Блин, надо будет в доту перезайти Реально Как-то странно, герои двигаются Может что-то с серверами? Не думаю, что это из-за стрима Или мне кажется Короче, ладно, не знаю Счет 5-2 Имперцы впереди Думаю, что коэффициенты от наших партнеров При матче там уже совсем опустились До нельзя 1.95 на Импайр 1.80 на Гамбит Блин, неужели вот до сих пор такая вера Прям в Имперцы Вот в этой игре Точнее, такая вера в Гамбит в этой игре Что вот они сейчас рано или поздно Так или иначе Хотя, кстати говоря, они могут Я бы не сбрасывал со счетов Зевса Против Террор Блейда Тем более, не сказать, что тут у Террор Блейда Прям какое-то Мега преимущество Вообще, у него хорошее, конечно, преимущество 13к против 11 тысяч Марфая И 9.500 Зевса Но, блин, камон Зевс может Вот все, что ему надо Еще косарь голды где-то найти Вот где-нибудь Вот как-нибудь Не потерять хайграунд Не проиграть в салате какую-то драку Ненормальную, неадекватную И просто набрать тысячу золота И все И проблема... О! Халявная оруда И проблемы будут обеспечены Террор Блейдом Всему будет неприятно Это как минимум неприятно Как максимум может быть даже... Тяжело Что, будут форсить хайграунд? Метаморфоза новая появляется У ТБ Они могут ТП-шки подфорсить просто Да Надо прям сам хайграунд ломать Тут у нас пока что... Скаймак вместе с Марфом прокачивают вражеский треугольник Дабл дэмэдж у Марфа У него есть линкинг сфера Пока эта игра выглядит, знаете, как... Как что-то такое, что продлится до того тимфайта Который произойдет, когда у Империи Аегис исчезнет То есть пока что гамбиты стараются вести себя Тише воды ниже травы Подкачивать где-то какие-то кэмпы Где-то что-то получать на Марфе Зевс там свой аганим допармливает Особо не отсвечивать на карте Вот как только Аегис пропадет Из инвентаря Террорблейда Можно будет нажать смоук Побежать куда-то, что-то попытаться сделать Вот И если это сделать не получится Не знаю Может быть, гамбиты не смогут камбэк Напали на Зевса За прокаст его убили У Террорблейда по-прежнему есть Аегис Полетели скиллы в ТБ ТБ Получит ли какой-то здесь сейв Сандр великолепный в Свена Ларинов в форме Террорблейда С активированным дабл дэмэджем Он же как больно должен бить здесь Залетает Феникс Дал свой прокаст Ставится Супернова Защитная позади Бестмастер умирает Террорблейд бьет здесь Мелеса вместе с Эйны Умирают два героя команды Гамбит Потрачена БКБшка ДК Потрачена Метаморфоза Потрачено Солнце И... Собственно, все Как бы... Гамбиты потеряли тройку Пятерку Забрали Пятерку-тройку При этом заставили Пятерку выкупиться Более того И потянули немножко Время удачно Там Террорблейд Должно потихонечку заканчиваться Блин, эти паузы Это просто жесть Просто жесть Сколько можно? Сколько можно? Я спрашиваю Рамзесов, блин На вас не хватает С вашими паузами Ну, ненадолго Слава богу Мастер-коннект Сразу Реди Пщико Метаморфоза активна Надо забрать Т2 Зев старается Отспамливаться То есть Метаморфоза Трисот На двадцать четвертой минуте Какие трисотки? Пять соток 250 базового И 250 дабл дэмон Приятно, блин Скиллы летят Т2 забрать не получилось Гамбиты дефают Морф Вот Манта Линкенсфера Ну ладно Не назвать его Боевым Довольно сложно Он просто не может Как вот этот вот Классический морф С пушкой Влететь в стройку И Там за проказ Кого-нибудь убить Знаете Ну Наверное Просто это было бы Делать опасно Против такого драфта Который есть у Империи Если ты реально покупаешь Этериал Блейд Ну допустим Влетаешь Ты значит с Этериал Блейда Даешь Эдептив С Пушкой В Ну допустим В Омни Найт Допустим Ну даже допустим Ты его убиваешь А дальше что? А дальше Стан ДК Рор Фокус Там перекачка Не перекачка Мне кажется Это не поможет Вообще никак Вот то есть Ты просто умрешь И вот такой билд Манта Плюс Линка Зафорсили бы КБ Дрэгон Найта Я уверен Что Мелис не планировал Здесь ДК убить Он просто подфорсил БКБ его Нажать Мог бы кстати На ДК и не жать Мне кажется БКБ в такой ситуации Потому что 2000 хп Пиджак есть Он коричневый На маг резист Мне кажется Можно было бы пережить Полный проказ Зевса Арену Вот это вот Ладно Нажал Нажал Главное что Не умер Если бы он умер И не нажал бы БКБ Был бы прям вообще Печально Печально и плохо Берет Блэк Кинг Бар Себе Террор Блейд 17 уровень Ну да Как бы БКБ Штука хорошая То есть я не могу Сказать что это Ну типа плохо Что он взял БКБ Просто вот Как-то вот Вот этот вот Зевс Против этого Надо как-то напасть Понимаете Вот это надо Именно Именно затавить То есть если вы хотите Пушить ХГ С Блэк Кинг Баром Террор Блейда Это надо прям Прыгнуть под Т4 Убить этого Зевса Убить там Не знаю Скаймага хотя бы Ну ладно Хотя бы Зевса Хотя бы Зевса Не говоря о том Что уже хорошо бы Еще и Скаймаг забрать Чтоб он тоже Не мешал ТБ Вот И все это под БКБ Как бы сделать реально Но Как это сделать Под БКБшки Под Т4 Блин Все равно Не совсем понятно Так-то в чистом поле Конечно БКБ Террор Блейда Сильный решает Но с другой стороны А что бы ему тут помогло Сатаник Да не наверное Помогло бы Так а там что Драка какая-то Контролечка от Зевса Пошел прокаст В Биста Биста пытается Прохилить Бист живет ДК нажал БКБ Тоже преждевременно Ну опять поменяли Арену Марса На БКБ ДК Ну я думаю Что гамбитов Это устраивает То есть они медленно Аккуратненько Выкарабкиваются Из вот этой вот Неприятной позиции Неприятной Ямы Экономической В которую они Загнали себя Ну я не могу сказать Загнали себя сами На ранней стадии игры Все таки имперцы Очень хорошо сыграли На лайнинге Но тем не менее То что они Не имея контроля Карты Сейчас играют Мы это видим Ульт Бистмастера Конечно же Извините По Скаймагу Выпадает Репейркит Пожалуй полезный предмет В рамках данной игры Цепанули еще Свена Что это Как вообще нет БКБшки Но его Очень сильный Союз захиливает Четвертый Санрей Никак не умереть Морф Тоже скоро Скади купят Как и террорблейд Кста Террорблейд Руна двойного урона В ботле Че по Рошану Рошан может быть прям Три секунды И может заспавниться Повезет команде Импайр Если он заспавнится Прямо сейчас Но он спавнится Через Ой блин Максимальный тайминг Это плохо на самом деле Почему Знаете почему это плохо Потому что Сейчас С каждой дополнительной Минутой Гамбиты Ну Как бы вот Закрепляют себя Вот в этой вот позиции Когда они проигрывают Всего лишь 5000 золота То есть Имперцы перестали Оказывать давление Они перестали Идти выигрывать Какие-то драки Вот что не Файт В последние минуты Это ДК просто жмет БКБ и все То есть Больше ничего не происходит У ДК-то БКБшка Не бесконечная Она скоро Уже 5 секунд Будет работать А это плохо Против такого драфта С таким количеством Макурона Омни Омни кстати Умирает без бая Гамбит тоже Так Ближе к Рошану Стараются подойти И Они не знают То что там еще нет Рошана Но Надо во-первых Проверить И во-вторых Надо играть Вокруг Рошана Потому что Он в любой момент Может появиться А драфты С бестмастером Они как известно Против Рошанов Очень хорошо работают То есть Они очень быстро Этих Рошанов Уничтожают Ты можешь Сделать ТП Например Куда-то на бот Так пацаны Сейчас я тут Эншентов Эншентов Пофармлю Эншентов Побьют Подождите Ты такой Запорталился Большого Какого-нибудь Дракона Допил А Рошан Хас был Фоллен Или что там Что там говорят Я Не особо помню Ну и все Как бы Тебя надпись на экране Аегис Там у вражеского Кэрри А ты блин Запорталился Там Эншентов Пофармить Не прошло и 15 секунд Соперник увидел Там твой телепорт На варде Хоба Все Пошли на Рошана Забрали Рошана Супер изи Поэтому надо Вот против таких драфтов Со слордарами С бестмастерами С какими-то Темпларками Урсами Надо стараться Вот ближе Ближе к Рошпиту Играть И в случае чего Быть готовым Оказать сопротивление Залетает Смайли Найт Под Хэвенли Грейсом Все С Вена С Вен С Аурой Владмирса Выкупается Проказ В беста Полетел там Удается ему это сделать Он на перекачке Мандится В ДК форме Очень неприятно Смайли Найту Пытается Мелис Здесь щитом помочь Сандер В Мелиса Иллюзии Жестко замедляют Смайли Найт Делает еще один фраг Марфа подцепили Марфа убили Но за счет двух баев Я так понимаю А подождите Нет Сколько было баев Выкупился Феникс Там Свен врывается Под ультой Борьба пятерок здесь Пятерка Свен Против пятерки Омни Найта Но конечно же Пятерка Свен Что завис что ли Ой боже Сколько было байбеков Выкупился Союж С одной стороны Выкупился Союж С другой стороны Выкупился Эйны Правильно Ага То есть даже Имперцы ценой Всего лишь одного Байбека Эту драку выигрывают Дейтлс появляется Та бэм Плюс 10 Хевенли Грейс Хеппериген Че себе талант Какой интересный То есть у него Без этого таланта Двадцатка Да 30 Хепперигена Длительность 12 секунд То есть это 360 ХП Угу И еще 300 ХП Спирифики То есть просто 600 ХП Угу Там Забрали Скаймага Где-то Смайли Найт Его забрал Иллюзиями что ли Че Ну там Там кабаны Замедлили Наверное Арена Пытается как-то Дефать этого Рошана Гамбита Но попытки Их не щитны Так Не выиграю траку Напишу ГГ 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 Мерие Выиграть эту игру Уже будет Практически нереально Очень быстро падает Т-3 вышка В топе Настолько же быстро Падают бараки В живых пока что Из гамбитов Только морф И ребята Идут форсить трон 30 секунд До спавна Зевса Я думаю Они прекрасно понимают Что байбэка у того Скорее всего нет Активируется метаморфоза За 20 секунд Я не знаю Тут можно Два трона Разбить Мне кажется Еще Кераса Доезжает Аура Биста Работает Гюнблейд Балуется Прыгает Вперед Кого-то цепляет Репэр кит Арена Арену Скади работает Он нормально Прекачаться Не может Умирает Да пошли Байбэки Репэр кит Работает Да ладно Они что Отобьются Нет Сандер Жесть Они отбились Ну я Я не верю Союз Без Суперновы 100 секунд Без него Врывается Морф Тебе умирает Первый раз Умрет Второй Перекладывает Сыр Ну не Братан Чушь Экнарт Пытается Убежать Его цепаляют Убивают Эй Я конечно Я проору Если гамбиты Выиграют Это Ой боже Ладно По сути Имперцы Сломали Одну сторону И Ну сколько Небаев Выбили На морфе На скаймаге Ну это Старый Бэбэк Ну позвольте Только на морфе Получается Да Идут Пушать Перекабрала Арбу Арбу Переложи Арбу Переложи Ладно Ну 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 Ладно Блин А вдруг Ну ладно С арбой Он бы еще Т4 бы одно сломал Чет Он бы сломал Т4 еще Эх Не контролит Что тут у нас Ребята Сегодня Сприца Так Так Я хочу Я хочу посмотреть А уже закрытый Ну блин Конечно Ну да В любом случае Друзья Хоть коэффициенты И закрыты Вы сможете Найти под Трансляцией Под плеером Баннер Где наш Криша Из полиматча Раздают бонусы При желании Можете зайти Посмотреть Если вы Интересуетесь Подобными вещами Любите Подогреть Интересы Что-то в этом духе Вот Возможно Вам это будет Интересно Ну и Морфила У нас Берет Рапирос Ой да Ой да Так Хорошо Ладно Имперцы Давайте Пацаны Соберитесь Вы Вы заслужили Победу В этой игре Вы заслужили Победу Надо все Сделать правильно Чтобы выиграть Не дают Лишнего времени Импер Своему сопернику Понимая Что Ну действительно Там может быть Появится что-то Типа Рапиры И игра Может значительно Усложниться Поэтому надо Надо постараться Поставить точку В этой игре Сейчас Террорблейда Паучьи лапы Это отличный Артефакт Для того Чтобы заходить С лоу граунда На хай граунда Пытаться То есть ему надо Зевса как-то найти Самое важное Для команды Импайр Это прыгнуть В Зевса А у которого Байбэк есть У-у-у, если они прыгнут в Зевса, дадут все скиллы в него, он выкупится, они же реально могут проиграть драку 37-ая минута, новые шмотки, вот казалось бы, что делать? Идти пушить прямо сейчас, пока активен дабл дэмэдж, или подождать новых шмоток? Ну что тут Террор Блейду может быть полезного из новых шмоток? Иллюзионист Кейп полезно? Полезно Принц Найф Ну нормально, наверное, плюс-минус Что еще есть? Призма Тоже нормально Есть еще... Это Таймлесс Релик, Таймлесс Релик это вот этому пацану Там рор будет 5 секунд Там 25% усиления дебафов, у него базовое значение 4 будет на 25% больше, соответственно 5 5 секунд рор Это много Ну пока выбивают шмотки Гамбиты Вот им что надо, им тоже, наверное, не помешал бы Он там выпал еще Митрилхаммер Ой, не Митрилхаммер, Хавокхаммер Полезный предмет Так, Мелис, ну ты что, нафидишь сейчас, что ли? Пайбека нет? Нафидил Так, рэперосик на Морфе Ну вот куда? Вот почему ты умер на Марсе? Ну блин Я просто хочу посмотреть Вот Будет обидно, если Ну вот именно без драки сейчас Гамбиты проиграют Нет, все-таки драка будет Драка будет, активируется глипс Смерть Марса не так сильно Видимо сказывается на возможности Дефать хайграунд от команды Гамбит У них есть еще одна сторона в боте Но Смайли Найт очень тяжело остановить Он под Хевенли Грейсом Прыгает ДК, байтит на спелы Идут молнии Сейчас упадут бараки просто Еще они Морф активирует форму террорбейт Активируется бэкдор, активируется Репэр кит Но бэкдор распадает Репэр кит это недостаточная защита Ларинов неплохо бьет Скади работает Винблейд под ПКБ Пытается отступить Ему вешают Лотус Прыгает Тейна Станет в Лотус Минус ДК 80 секунд без него Метаморфоза должна подходить к концу Смайли Найт понимает Что драться здесь больше не за что Драться тут незачем И надо попросту уйти И зачем рисковать всем Для того, чтобы кого-то тут Тем более байбэк-то у него нет Так, а там крипы-крипочки уже бьют Вот, ну Марс, Марс Ну подруинил, подруинил, конечно Ну, как же так Братишка умер просто Так, а слушайте А тут Смайли Найт Сапанули Так, так Где мы Где у меня Где у меня Найт Помощь Абиссл Блэйд Сандер Неплохо пытается бить Смайли Найт Но у него У него нет Сатани Он кушает сыр Ларинов бьет И не может перекачаться Просто не может перекачаться Из-за скади Жесть Ну, неплохая попытка была Марс так и не успел заспауниться Короче, игра Тысяча ошибок От команды Гамбит Тысяча Тысяча Ошибок от команды Гамбит Но имперцы молодцы Сделали все Очень качественно Сделали все Очень качественно Хорошая стадия Лайнинга Свен пятерка В итоге себя не оправдал Как мне кажется Можем посмотреть на дэмэдж, конечно Если что-нибудь Интересное отметить ДК Одинска урона Нанес всего Что за цифры вообще Одинска урона На ДК Ну ладно Вроде я думал Может стата поломалась Но тут одинска урона На ДК Не так уж Ты много Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому